...публицисты, кандидаты исторических наук. Прошу. Ну, казалось бы, 91-й год отнадеживал Советских людей, отнадеживал Советских людей, чтобы они будут жить в той стране, в которой они родились, в которой они работали, со всеми ее плюсами, минусами, бедами, радостями, но они проголосовали 17 марта 91-го года, три четверти населения Советского Союза проголосовало за сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Правда, было сказано в формулировке, обозначенном бюллетене, что голосуется обновленный Союз Советских Социалистических Республик. Ну, это и неудивительно, потому что, слава Богу, прошло семь десятилетий после создания СССР, когда он был еще маленький, когда всего было четыре республики, многое изменилось и требовались какие-то обвинения. Но там четко было сказано – Союз Советских Социалистических Республик. И, в общем-то, никто и не помышлял о тех, кто голосовал за сохранение Союза Советских Республик, не сомневался, что при всех изменениях и реформах СССР сохранился. Но на этот счет по-другому думали за пределами нашей страны. Уже в июле 1959 года Конгресс Соединенных Штатов принял резолюцию о порабощенных народах. И так перечислялись народы всех союзных республик, а там, чем, и, впрочем, и автономии Российской Федерации. Ну и плюс страны социалистические Европы. Вот их в течение этой недели каждый год с тех пор Соединенные Штаты объявляли о своем намерении освободить эти народы от коммунистической идеологии, от социалистических порядков. И делаем все для того, чтобы добиться этой цели. Как сейчас оценивают эти события? Оценивают вот сейчас идет кампания по разработке нового единого учебника истории. Сокупо сказано, что в декабре 1991 года были подписаны Белобежские соглашения о ликвидации СССР. СССР был ликвидирован. Как будет это раскрывать? Вот учебники, которые уже подписаны. Вот, допустим, очень популярный учебник Сокладина-Козленко-Минакова-Петрова «История России», 20-й век, начало 21-го века. Там из содержания этих соответствующих страниц речь идет о том, что вот главная беда была – это ГКЧП. Вот не было бы ГКЧП, СССР бы не раздавили. Примерно такая же позиция вот учебник «История России» Левантовский, Щетинов-Мироненко. Говорят о том, что в сущности то, что произошло в Беломерской пуще это уже подведение итогов того процессу, который начался. И вины какой-то, ни слова, ни в одном учебнике не возлагается на тех, кто совершил противозаконный акт, узурпировав власть, узурпировав полномочия и осуществив ликвидацию СССР, не имея на это никакого права. Прошло 20 лет. Сейчас рождаются всевозможные легенды. Вот популярный, допустим, есть такой телешоумен, как это называют сейчас, Андрей Караулев. Он опубликовал книгу «Русский акт». Он очень осуждает распад СССР и осуждает людей, которые подписали это соглашение в Меломештой пуще. Но, как он объясняет, договор-то о Советском Союзе не был подписан, говорит Караулев. Его, Ленин, говорит, выкручивал руки делегатам от союзных республик, а они отказались. Сейчас, когда деградация исторического сознания дошла до предела, вот эта чушь, а эта чушь пропагандируют как новое произведение равному войне и миру, в честь Караула устраивают целое шоу в Кемлевском дворце с Гердом. Вот там говорится, что да не было никакого договора. И уже то, что 30 декабря 22 года произошло в Большом театре выступление, подписание, все это можно вот так перечеркнуть. То, что в этот день Владимир Ильич больной в горках, надептовал страничка за страничкой свои письма съездов и никакого отношения к съезду Советов не имел, и никакие руки он не мог выкручивать, вот это все забывается. И пропагандируется какая-то фантастическая версия. Рассказывают и другие. Вот пришлось два года назад полемизировать с доцентом МГУ по русской службе новостей, который доказывал, да все империи разваливаются. Но эту версию я слышал давным-давно. что ничего не поделать. Причем тут вспоминают Беримские империи, империю Селивкидов, а СССР был империей, стало быть, она должна была развалиться. Ну правда, надо сказать, что вот эти все версии не очень-то проходят среди населения. До 90% поддержали мою точку зрения, где я осуждал Беловежский сговор, где я говорил о преступных действиях вот этой троицы, которая подписала это соглашение, и осудили позицию вот моего оппонента. Три года назад примерно такой же результат был во время голосования в ходе передачи суд времени. Тоже свыше 90% людей осудили Беловежский сговор как преступление. Ну где, где вот, в каком-нибудь учебнике говорится, что это преступление, что совершено было противозаконное действие. Этого нет, это совершенно отрицается. Конечно, это тоже нельзя впадать в другую крайность, что не съехались бы эти трое в Беловежье, как вот это делает караул, что вот пьяный Ельцин, выпивший Кравчук, не очень трезвый Шушкевич, что-то подмахнули. Да не в этом дело. Конечно, распад Советского Союза подготавливался. И не случайно герб Советского Союза... Да, распускаются еще такие мипы, что вот если бы в Конституции не было положения о том, что Союзные Республики имеют право на выход, ничего бы этого не произошло. Извините, резолюция Конгресса США требовала, требовала настоятельно из распада Советского Союза и выхода из его состава тех народов, которые ни в какую союзную республику не входили. Там перечислялись народы Итель-Урала, то есть это значит Ицветиль, Волга-Урал, вот это по-волжски, народы по-волжи и Урала, казаки, вот страны, которую придумали американские конгрессмены, то есть все народы, все области, населенное казачество и так далее, и так далее, там они не имели никакого права на отделение. Тем не менее, вопрос об этом поставлен и ставится и сейчас, потому что инерция продолжается, процесс начатый в Беловежье не прекратился. Сейчас уже делается заявка на распад России. Конгресс СЖА по-прежнему принимает резолюции опорабощенных народов. И вот, конечно, конечно, распад начался не с Беловежья. Ведь не случайно герб Советского Союза представлял из себя колосья, опутанная лентой, на которой было написано на всех языках республики «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Девиз коммунистов. Девиз, впервые провозглашенный в 1848 году Союзом коммунистов. То есть, идеология как бы скрепляла вот этот, эти колосья, символизирующие Союзные Республики. И распад идеологии, который начался давно, король эрозия происходила давно, усилился в последние годы пребывания у Горбачева власти, и, наконец, принял уже откровенно антикоммунистический антисоветский характер после августа 1991 года. Вот эти процессы и привели к ликвидации Советского Союза, к демонтажу СССР, к демонтажу Великой Державы. Цель наших врагов была осуществлена. Великая Держава была уничтожена. В чем вот сейчас иногда жалуются. Вот у нас упадок культуры, у нас упадок образования, у нас упадок спорта. Мы уже не одерживаем победы, как раньше на Олимпийских Играх. Но когда подсчитывают число медалей, собранных всеми теми странами, государствами, которые участвуют в Олимпийских Играх, оказывается, что мы были бы первыми, если бы они оставались в составе СССР. То есть инерция Советского Союза, вот даже в этом маленьком примере видна, она еще сильна. Возможности существования великой державы, потенциал ее не исчерпан. Но, к сожалению, все делается для того, чтобы ослабить эту инерцию, ослабить вот эту потенциал нашей страны и исказить, конечно, историю. Исказить историю о том, как это все произошло, кто виноват был в этих деяниях. Ну, вот на это я хотел бы поговорить. Пока. Редактор субтитров